Здравствуйте, коллеги! Мы с вами находимся на полевом городе, площадке компания Сингента в Курске, на массиве СОИ. Соя сейчас находится в стадии налива. Некоторые сорта уже убирают. Хотелось бы все-таки поподробнее остановиться на вопросах контроля сорняков в посевах СОИ. Как особенности 2020 года повлияли на развитие СОИ, на засоренность посевов в течение сезона? В этом году в регионе сложились опять по-своему необычные погодные условия. Во время появления всходов СОИ они больше соответствовали климату Приморья, нежели Черноземья, когда в течение суток могло выпадать больше месячной нормы осадков. При этом растения СОИ испытывали дополнительный сильный стресс в результате дефицита воздуха в почве, в зоне корневой системы. При этом почвенные гербициды, конечно, сработали в этих условиях отлично. Но при обильных осадках потоками воды они могли частично вымываться в резосферу СОИ и оказывать некоторое дополнительное угнетающее действие на растения СОИ. Андрей, скажи, что, по твоему мнению, помимо осадков еще могло повлиять на вымывание гербицидов в зону залегания корней СОИ и на проявление фитотоксичности? Конечно, очень заметно было влияние микрорельефа, механического состава почвы, содержания внеорганического вещества и поглотительной ее способности, распределение пожнивных остатков по поверхности поля, глубина, сроки посева, сроки появления всходов и даже сортовые особенности СОИ. На этой площадке компания Сингента в течение шести лет испытывает различные гербицидные решения для контроля сорной растительности в посевах СОИ. По итогам прошлых сезонов лучшим вариантом был вариант с последовательным внесением до всходового и послевсходового гербицидов. Давайте посмотрим, как разные варианты обработок выглядят сейчас. Итак, на этом варианте был применен гардегол в дозировке 4,5 литра на гектар. Несмотря на сложные условия появления всходов, обилие осадков, некоторую фитотоксичность, посевы были очень чистыми от однолетних сорняков и СОИ достаточно быстро отправилась от этих всех стрессов. В то время как посевам без почвенника еще предстояло получить свою порцию фитотоксичности при фолиарной обработке. При том, что некоторые сорные экземпляры уже начали свою вегетацию еще до появления СОИ и ко времени обработки они уже перерастали фазу. Андрей, то есть внесение гардегол позволило защитить СОИ с момента появления всходов, не дало перерасти сорнякам и обеспечило защиту СОИ в гербокритический период ее развития? Да, подобные технологии мы видим на этой делянке. Здесь также был применен гербицид гардегол до всходов СОИ и позднее по мере появления второй волны сорняков в фазе двухтрочатых листьев применили гербицид вегетблок плюс 1,6 литра. Сорняков, конечно, было очень мало и все они ко времени обработки были практически в одной фазе. Да, уровень засоренности на двух сравниваемых участках заметно отличается и вариант с последовательным внесением гербицидов, о котором говорил Андрей, сейчас значительно чище. Сорняки практически отсутствуют на нем. Есть еще третий вариант для сравнения, где не было почвенного гербицида гардегол, а применили только фолиарно битблок плюс 2 литра в фазе 2 настоящих трочатых листа СОИ. Конечно, на этом участке уже можно видеть проскочившие сорные растения, которые переросли в фазу ко времени фолиарной обработки. Андрей, согласен с тобой, что на этом варианте есть сорняки, но их достаточно мало. Кроме того, хотел бы обратить внимание на количество бобов на растениях СОИ на трех разных вариантах. То есть на варианте, там где был только довсходовый гербицид гардегол, в среднем на растении содержится 25 бобов. На варианте, где было последовательное внесение гардегол и видблок плюс 32 боба. И на варианте, там где был только видблок плюс в норме расхода 2 литра на гектар, порядка 28 бобов на растения. На результаты продуктивности оказало влияние на варианте, там где был только довсходовый внесен гардегол, то, что часть сорняков из второй и последующих волн переросли и оказали свое негативное влияние на продуктивность. На варианте, там где был видблок плюс, часть оставшихся сорняков оказала влияние на продуктивность. И не нужно все-таки забывать, что гербицид, каким бы он селективным ни был, в максимальной норме расхода, он все равно оказывает негативное влияние на культуру, на ее продуктивность. И в целом это объясняет полученные результаты. Кстати, надо отметить, что здесь семена на всех вариантах были инокулированы нашим новым инокулянтом Атува на основе новых штаммов клубеньковых бактерий. Клубеньки сформировались в основном на главном корне, что позволяет им отлично снабжать сою азотом напрямую из воздуха. При этом исключена подкормка сорняков за компанию сои, что обычно происходит при минеральной подкорме. Эти гербицидные обработки не оказали никакого негативного воздействия на замечательную вирулентность наших новых штаммов Атува. Итак, до всходовое применение Гарда Голд обеспечивает достаточно надежную защиту от комплекса однолетних сорняков еще с самого начала ее вегетации. Тем самым снижая фитотоксичную нагрузку от последующих фолиарных обработок и обеспечивает спокойный рост сои в самые ответственные критические фазы ее жизни. Андрей, скажи, что мы по итогам данных опытов можем порекомендовать сельхозпроизводителям по нормам расходов, по схемам применения гербицидов на сои? На легких почвах и при высоком риске переувлажнения, как это было в этом году, следует, конечно, применять минимальную дозировку Гарда Голд. На почвах богаты гумусом, с хорошей поглотительной способностью и при отсутствии риска вот таких экстремальных осадков, которые были в этом году, конечно, следует применять полную дозировку 4-4,5 литра на гектар. Согласен с тобой, что при выборе гербицидов необходимо учитывать погодные условия, необходимо учитывать характеристики действующих веществ гербицидов. И в условиях избыточного увлажнения, то есть в условиях, подобных условиям текущего сезона, гербицид Гарда Голд следует использовать с нормой расхода 3,5 литра на гектар, а последующие волны сорняков контролировать гербицидом по всходам, гербицидом Витблок Плюс со средней нормой расхода 1,4-1,6 литров на гектар. Такое решение позволяет контролировать сорняки, начиная с момента прорастания культуры, обеспечивает защиту от сорняков в гербокритический период культуры и позволяет избежать дополнительного стресса, который оказывает на культуру фолярные обработками гербицидов в максимальных нормах расхода. А чтобы соя сформировала быстрые, дружные, здоровые всходы, у нас есть технология Крузер Макс для обработки семян. Но это уже совсем другая история. КОНЕЦ